Шалом и браха! Молитва — это одна из сложнейших вещей. Аризал говорит, что если один раз человек промолился молитву сначала до конца полноценно, он заслуживает следующего мира. А попасть в следующий мир — это не самая легкая вещь. Поэтому видим, что это что-то действительно уникальное. И если мы чувствуем, что мы еще к этому не достигли, то нельзя отчаиваться, а наоборот, каждая частица, каждая часть нашей молитвы — это уже нас приближает к тому, чтобы мы, главное, поднимались наверх. Недавно я рассказал своим детям историю про внука Балатани, где пришла мазаломные взгляды. Он, Балатани, смотрел в окно, как дети игрались, и там был огромнейший столб, высоченный столб, и они пытались залезть на него. Каждый пытался, и потихоньку, через некогда, когда они поднимались выше-выше, то им становится очень страшно, и они опускались. А внук Балатани, он поднимался выше, 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 и он победил, он поднялся на самый верх. Когда он поднялся к своему дедушке, Балатани спросил его, как тебе удалось достичь действительно самой высоты? И он сказал, что мои друзья, когда они поднимались наверх, они смотрели вниз, им стало страшно. А я, нет, я постоянно только смотрел наверх, я смотрел на мою цель, я поднимался, 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 и я достиг вершины, только потом я осторожно опустился назад. Когда я сказал эту историю, я испугался в середине, потому что я понял, что я даю разные идеи моим мальчикам, которые тоже любят очень подниматься очень-очень высоко. И я сказал, что, конечно, это было не... ну, было очень опасно, и больше надо того, когда я никогда такого не делал. Что мы из этого учим, говорит Балатани, что в... нельзя смотреть вниз. Когда я с моими детьми это обсуждал, то мы пришли к следующему уроку, что нельзя смотреть вниз. Для нас более актуально не говорить, что... Ну, посмотри на меня. Я, на самом деле, так много, так хорошо все делаю, да. И, может быть, даже не так хорошо, но посмотри на других, да. Если я посмотрю на мою молитву, я как-то там, ну, собираю себя. Те, кто сейчас это слушают, смотрят, да, наверное, это люди, которым это как-то интересует, эта тема, они считают, что действительно нас-то волнует. Посмотри на других, посмотри на как он там слева, как справа. Прибежал человек, помолился, да, да. Я только начал, он уже кончил. И это все, все пробормотали, убежали, а я как бы, ну, вот, я же молюсь, да, как бы я стараюсь, я качаюсь и так далее, да. И это не полезно для нас. Не нужно смотреть вниз, да, нужно смотреть наверх. Постоянно стремиться и к чему-то выше, как мы сказали в прошлый раз, что это это большой дом, это дом, это синагога, это место молитвы, где молитву ее увеличивают, ее становится более великой, более лучшей, более высокой. Поэтому, если мы будем себя хвалить и говорить, что смотри, я гораздо лучше, чем все мое окружение, то это далеко не приведет. В Рав Шем Шем Пинкас объясняет, что есть очень большая ошибка у нас, которая нас тоже парализует, она не дает нам продвинуться в эту сторону. Что многие считают, что величие молитвы, это зависит от величия человека. И человек может сказать, что, ну, кто я такой, да, это Тфила, это молитва, это что-то величайшая вещь. Как можно от меня ожидать, что я действительно могу достичь какого-то высокого уровня? Это какие-то праведники, люди, которые учат кабалу, постятся весь день, они не разговаривают, не смотрят никуда. Вот о них, их тара талеф, их чистота сердца, она настолько велика, то дает им разуму, дает концентрацию. У них эта молитва, а я, у меня остается, я пришел, сказал слова, пошел дальше. От меня нельзя ожидать какой-то великой молитвы. Это ошибка. Это не так. В Мишнумру приводит, что самая большая кавана, самая большая вот эта вот средоточенность и цель молитвы, когда у человека себя в обращении к Творцу, он ведет себя как маленький ребенок. Маленький ребенок, он обращается к своим родителям, и он что-то ему нужно, он кричит, он плачет. Вот это самое высокое, что можно себе представить. И это может каждый из нас. Это не зависит от никаких огромнейших знаний и интерпретаций и понимания глубины. Это вот эта вот реализация, что я сейчас обращаюсь к Творцу, как маленький ребенок, у него полная уверенность, что его родители могут для него все, они могут его спасти, и действительно с ними он может достичь всего, что ему нужно. Вот это понимание, эта реализация, это то, что от нас требуется. Вот это делает нашей молитвой самой высокой, самой лучшей, которой можно быть. И если, и это привычка, это что-то, что мы можем потихоньку себя, когда мы напоминаем себя, особенно в начале молитвы об этом, тогда, опять же, это работа, это нужно стараться, это не приходит само по себе. Но, когда я пришел в Ешиву, я помню, то я был в шоке, на сколько количеством всех книг, все полки были, да, с потолка, да, до пола были, книги, 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 и книги, которые мне не знакомы, я еле-еле там могу прочитать что-то, рамейские, еврей, да, все это, и с моим темпом, ну, когда я смогу вообще что-то тут выучить. и Машгех, это Ешива, он учился со мной, он был такой, милосердие, специально такая, цедака, благотворительность для меня он сделал, и мучей, ровдестер, я помню, и он мне сказал, что он сам тоже, он начал позже учиться, и он сказал, что если взять маленького ребенка и притащить его к дому, открываешь этот дом, и там будет, в каждой комнате будет еда, и эта еда будет с пола до потолка, открываешь комнату, еда, понимаешь, санитаж, еда, 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 ты скажешь этому ребенку, пошли еще один, открываешь еще один дом, и там то же самое, ты скажешь, ты знаешь, вся эта еда, это ты скушаешь, это. Это вся эта еда, которая пройдет через тебя, у ребенка никогда не поверит в этом, на самом деле это так, это действительно так. То же самое здесь, он мне сказал, это мне дало много мотивации, что если у тебя есть время, которое ты уделяешь учебе, и ты продолжаешь, ты продолжаешь, продолжаешь, то в конечном итоге ты не поверишь, это тебе кажется маловероятным, но действительно, в конце концов, ты успеешь очень много. То же самое здесь, если мы постоянно как-то продвигаемся, мы ставим себе цели, которые действительно реальны, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год, то мы увидим, что мы уже находимся на другом уровне. В сказанной, что когда человек приезжал в Вильнюс, и он шел в Бетмедраж в синагогу, где валился в вильнюсский Гойн, то когда он видел, как он молится, то на год, на целый год молитва этого человека, который это видел, она была совершенно другой. такой. И вопрос, а что он видел там? Он видел, что человек стоит около стены на большой раввин, он молится, что можно было увидеть там, что дало бы мне такое вдохновение, вдохновение, что просто моя молитва будет совершенно другой на целый год. И тут Рапшим Шампинкас в своей книге пишет, дает определение молитвы. Почувствовать, что ты в действительности стоишь перед Всевышним, ощутить его близость, осознать, что творец перед тобой, что это действительность реальная, не менее чем любая простая привычная нам действительность. Необходимо долго приучать себя, привыкать к этому и так далее. Это значит, что когда мы, если бы нам удостоилось, и в наше время тоже есть люди, которые действительно молятся, удостоилось бы прийти и увидеть в Ильинского Гойна, как он молится, мы бы видели, как вот человек, он действительно, он стоит, он ведет себя, он полностью понимает, но полная реализация того, что он стоит перед творцом. Это что-то потрясающее. Если мы видим, что у человека есть такая ясность в этом, тогда это тоже на нас переходит. И это не просто, это видно, что здесь целый процесс, это привычка. И Раф Пинкерс объясняет, что это что-то настолько абстрактное, творец это же, нельзя себе представить никакие картинки, никакие изображения, ничего. И с другой стороны, нужно вот это вот ясно понимать, что я стою перед творцом, то это только для, когда я работаю над своим разумом, я привыкаю к этому, я приучаю себя к этому, тогда этого мы добиваемся. Но не забывать, что как маленький ребенок обращается и плачет, и он понимает, что все зависит от того, от его родителей, да, они все, дети считают, что родители все могут, то это чувство, да, так как мы это, ну, интеллектуально мы это понимаем, да. Теперь, чтобы это перешло в, чтобы прочувствовать это, это зависит от того, когда мы, чем больше мы в это окунаемся, мы начинаем этим дышать, мы начинаем этим жить, тогда действительно это становится реальностью для нас, и наша молитва становится совершенно другой. Всего хорошего.